сегодня сегодня мы расскажем об очередном чудесном хай-энде о котором кстати вы и многие вообще из наших подписчиков спрашивать спрашивали но до нас вот это все дошло только сейчас мы позже объясним почему сегодня разговор пойдет про кайман в ботом фидер его вариация кайман бф да вообще на самом деле очень ожидаемая многими дрипка нами в том числе нам было интересно до нее добраться наконец-то это случилось и давайте сходу двинем вниз я кратенько покажу конструктив кратенько потому что отличий на самом деле предыдущей версии каймана тут не так много покажу ключевые быстренько намотаем быстренько все это покажу и вернемся и вот тут уже более детально поговорим о впечатлениях поехали дрипка от веб-системс приходит к нам в такой фирменной упаковке уже неоднократно знакомый по другим продуктам компании на коробке абсолютно ничего больше нету кроме как на физиономии что внутри внутри но независимо от выбранная комплектация будет документация на русском и на английском языке а дальше тут все зависит в нашем случае это набор обдувов ремкомплект два ключа один для бф пина второй для замены обдувов собственно дополнительные оренги винты от стоек и сама дрипка также к ней можно прикупить конечно пластиковая телобака в данном случае у нас она в комплектации отсутствует обдувы стандартно у него идут 1.4 миллиметра 1.7 миллиметров 2.3 миллиметра остальные идут уже докупаемые отдельно в нашем случае сделано немножко иначе то есть вместо 2.3 миллиметра обдува у нас здесь будет 1.2 миллиметра обдув именно он сейчас кстати и установлен самой дрипки по общему внешнему виду все на самом деле очень похоже на уменьшенный вариант предыдущего четвертого каймана он стал существенно меньше в длину давайте сразу к замерам перейдем напомню что оригинальный кайман 4 по высоте составлял в ровно 40 миллиметров это до посадочного основания под дриптип новый кайман бф 34 миллиметра то есть в принципе добрые пол сантиметра у нас ушли в никуда старая версия каймана 57 грамм новая версия каймана 58 грамм принципиально конструктив дрипки изменился внешне ну очень очень мало но по факту надо помнить что в бф-версию в горячили все-таки подачу жидкости через центральный пин и при этом оставили нижний обдув собственно здесь достаточно хитрая система подачи жидкости в испарительную камеру потому что она не идет здесь напрямую спина как во многих дрипках да она идет через две шахты которые я сейчас собственно вам покажу тут система достаточно забавная жидкость у нас проходит через центральный контакт и в базе разделяется по двум вот этим вот шахтам подающим жидкость выходит она вот с этой вот стороны через отверстие и соответственно вот с этой через это отверстие здесь на самом деле мне безумно понравилась эта система она очень продумана и я поясню почему вот в этих местах у вас как раз находится фитиль и по факту жидкость подается практически на самую верхнюю часть фитиля за счет того что база здесь раздельная в каймане то есть ванночка не объединена никаким каналом между ними у вас должно быть равномерно должна быть равномерная пропитка фитиля жидкостью вот как раз за счет вот этого вот разделения да и вот этих вот двух шахт у вас это разделение это равномерная пропитка и будет происходить в остальном кроме подачи жидкости вот через эти вот две шахты фактически база не претерпела никаких глобальных изменений до обдув поднялся относительно расположения в предыдущей его версии система сменного обдува полностью переехала с предыдущей версии то есть также для этого используется ключ также они вкручиваются вот сюда вот на резьбе то есть здесь никаких изменений нет по стойкам тоже принципиальных изменений не видно это все те же стойки с двумя стопорами с каждой стороны и все это на обычных винтах под плоскую отвертку то есть разницы фактически никакой по вместимости дрибки дрибки ванночка достаточно глубокая в комплекте для тех кто хочет использовать ее стандартном режиме есть конечно же обычный пин мы ее гоняли на намотки из 0.4 канта и даже ее не видим смысла снимать потому что ну как бы в базе вы тут больше ничего нового под спиралью не увидите поэтому сейчас просто давайте поставим на нее фитиль и попробуем посмотрите расположение фитиля здесь в общем то тоже сходно с предыдущими версиями каймана с тем лишь отличием что желательно его немножко отодвигать вот чуть-чуть совсем в сторону от подачи жидкости пропитаем тележи отлично видно как она подается из отверстий будем делать это очень долго больше демонстрации было ну примерно в таком виде она смотрится на нашем любимом мехмоде фюре с обдумом 1.2 на самом деле получается чудесная затяжка очень хорошая очень тугая но при этом достаточно комфортно не тянет по крайней мере поставить ее на 1.4 там или 1.7 ну и само собой по вкусу все более чем достойны претензий абсолютно никаких поэтому давайте двинем наверх все это дело обсудим что мы увидели внизу так в общих чертах инновации инновации на самом деле я вот первый раз вижу такого плана подачу жидкости ну да обычно все предельно просто сквозное отверстие в пине и и все нет но почему же стол погоди 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 в тот моде в тот моде стандартную подачу там она через всю стойку сквозное отверстие в пине в пине через всю стойку сверху как фонтанчик хорошо да да именно так нет ну тут я понимаю почему то есть потому что в смысле объяснимо даже почему за счет того что вата все таки высокая длинная чтобы она быстрее попадала на это самое то есть там максимально приблизить выделение жижи к верху к самому не ну я считаю что это как минимум нетривиальное инженерное решение вопросов никаких то есть я думаю здесь достаточно много человека часов было затрачено именно на разработку в чистом виде мы видим то что называется research ну да в классическом его варианте причем самое это прикольное что весь этот ресурс он сделан для того чтобы сохранить фирменные черты грибки ну что мы в общем то вот есть поклонники вот кому нравится как выглядит кайман да кому нравится вот как вот его база работает да и самое главное классическое крепление спирали классический нижний обдув да при этом такой же обдув правильный как на предыдущие версии каймана да классический приклассический то есть ну нет к этому присобачить ботом фидер вот в таком вот варианте это на самом деле очень крутая тема мне действительно безумно понравилось что жиро с двух сторон прямо на фитиль льется ну это очень здорово конечно вопросов никаких и в целом на самом деле вот культура изготовления грибки ну такая очень достойная сколько ты за нее отдал давай вот о плохом поговорим вот в моем в моем комплекте да то есть тут сразу это я говорю что я брал я брал получается базу с крышкой брал стандартный идет комплект из трех обдувов единственное изначально он идет 1.4 1.7 2.3 как Петр уже говорил ранее я взял вместо 2.3 1.2 соответственно ПК колгу я не брал взял металлическую колгу и я не брал дриптип фирменный ну просто потому что мне не нравятся обычные дриптипы от вейп системы все это вместе так без доставки мне это обошлось в 88 долларов ну и плюс доставку я брал с ДЭК там уже по тарифам с ДЭК ну то есть собственно без доставки вот этот комплект который вы увидели вблизи он мне обошелся в 88 долларов ну вообще это дорого давай вот по честному не ну это да такой это достаточно серьезный ценник да особенно если смотреть на уровень который который нам тоже сделали привычно наши китайские собратья да 20 там 30 долларов за среднестатистическую дрипку опять же оригинальные бф дрипки с боковым обдувом стоят дороже да да вспоминая тот же самый вот ДОТМОД кстати говоря да да 65 65 баксов уже у них на сайте сейчас новый ценник там немножко все это дешевле стало стоить но опять же там алюминий но это не важно сам факт что среднестатистическая цена многих европейских ну американских дрипок она как бы ниже этого уровня находится в любом случае точно нарды за редким исключением окей армор хорошо вспомни еще эту с ключиком ну вот он на 65 да на 65 да прям да но тем не менее многие окей давайте давай по-другому скажем есть очень много дрипок с нижней подачей жидкости которые являются оригинальными являются не китайские дешевых нет но при этом нет ни одной с нижним обдувом есть если из него вот это главное о чем я классический сейчас прийти то есть мы сейчас в расчет не берем тот же самый берсерк который по факту ну он в общем то китайский несмотря на то что наш любимый молдаванин участвовал в разработке по факту это китай и к европейским его дрипкам невозможно относить общая часть это не классический нижний обдув но тем не менее общая часть массовых дрипок они все идут с боковым обдувом это редкий случай более того то есть там соответственно то есть давайте вспомним да то есть там различие между нижним и боковым обдувом да то есть там просто это гораздо проще технологично сделать боковой обдув да конечно конечно соответственно гораздо меньше ресурсов слушай ну вот из таких вот скажем аналогов хотя бы хоть каких-то вот этой вот дрипки да с точки зрения конструктива я готов вспомнить разве что вот эклипс который мы в свое время ухвали поспаляли 19 20 а этот самый он я забыл он не умеет я же слаб в ваших хаянушках я же нет вот кстати можно еще вспомнить нектар бф ну нектар бф условно это рдта конечно но все таки он с боковым обдувом нет это ты про вектор говоришь а был еще именно нектар а ну да 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 хоть это и рдта но она все таки с ним но опять же нектар он на западных сайтах типа webstore он как бы далеко за 100 даже баксов ушали да эклипс сколько стоил плюс-минус ну где то в районе 50-60 долларов ну вот то есть вот в общем то где то все это рядом да хотя есть еще например хайпера итальянская дрипка 18 миллиметров тоже называется карма о да она не к эр а именно карма да она тоже с нижним обдувом единственное что он смещет в бок у нее то есть он как бы в стенке произведен то есть спиралька стойки смещены спиралька ставится над обдувом достаточно удобно вот но она стоит вообще каких-то совершенно невероятных денег в районе там 170-180 евро не знаю почему вот скажем так есть потому что она хайповая вот как бы на этом все заканчивается по большому ашу это единственное оправдание ее стоимости а мы тут на самом деле попытались вот так вот на вкус сравнить вот кайман бф да и кайман четвертый предыдущий но они в общем то весьма и весьма сравнимы по факту я по факту особо разницы не заметил если вам нравился вот предыдущей версии кайман то этот в общем то понравится ровно так же но по факту вы здесь получите только универсальность с бф пином и меньше габариты за счет того что он на 6 мм стал пониже собственно говоря ну и здесь я должен что еще отметить здесь отверстия забора воздуха они меньшего диаметра чем у v4 это во первых во вторых обдувы здесь в отличии от v4 в кайман бф ставятся такие же обдувы как у байку седьмую кстати вот по поводу того что меньше стало да то есть это наверное должно хорошо сказать на вариативности обдувов потому что большие дырки они не дают вот одну большую две больших три больших ну да особенно когда мы говорим о правильном МТЛ или ДТЛ то когда большая дырка что ты одну откру что две там уже разницы никакой никакой да здесь с учетом например ну наверное это должно ему в плюс пойти просто да с учетом жиклера на 1,2 мм здесь как бы очень очень такая комфортная тугая затяжка получается теперь я хочу вот рассказать скажем так немножко неприятную сторону этого атомайзера я с большим уважением на самом деле отношусь к Сергею Аркадьевичу собственно модеру да и флексопринт флексопринт известный многим да флексопринт я с большим уважением отношусь к этому человеку он потому что действительно делает хорошие вещи интересные и вот это вот прям инновация но тут казус был какой и этот казус коснулся он не только меня было еще как минимум случая 2-3 я знаю точно по фотосвидетельствам а вот сколько их было на самом деле не подскажу то есть проблема в ОТК в чем было дело пришла мне долгожданная скажем так дрипка Кайман БФ я ее трясущимися руками забрал из ДЭКа пришел на работу открыл снимаю тут кап смотрю там ну во первых то что она вся в сош это ну ладно как бы при том что даже китайцы уже моют клоны до той чистоты что можно его просто достать намотать и сразу использовать ну ладно сош это черт бы с ним но вообще везде задиры следы фрезеровки и что меня больше всего добило это собственно криво стоящие стойки вот это вот было просто ну просто очень обидно при получении долгожданного атомайзера за прости господи почти 90 баксов ну правда серьезно то есть китайцы за 20 баксов присылают помытые с прямыми стойками как какой неудачно это было на самом деле очень неприятно но надо отдать должность Сергей Аркадьевич конечно пошел на встречу ответил в личку практически сразу сказал присылай все исправим все замечательно выслал я ему базу соответственно вернулась она просто в изумительном состоянии вырезанная вычищенная еще и помытая все фаски сняты никаких задирчиков ни царапинки все замечательно и идеально прямые стойки вот просто вот если бы она пришла вот сразу так а не ездила сначала ко мне пять тысяч километров потом обратно пять тысяч километров я должен процитировать старый анекдот точнее его концовку ложечки нашлись а вот осадочек то остался ну да было просто было очень неприятно скажем так я считаю что при продаже оригинальных девайсов надо все-таки как-то более уважительно относиться к конечному потребителю ну да особенно на фоне того что рынок у нас яростно захватывается китайскими девайсами а фактически у оригинала преимуществ перед ним ну не так-то и много в последнее время остается ну при том что китайцы они даже вот им многие ну и многое готовы прощать там грубо говоря за стоимость там в 3-4 там 7 долларов да там допиливают эти атомы за эти смешные там копеечные доллары да ну потому что сломал не жалко будет ну да когда ты купил атом за 10 баксов да и он пришел слегка не в кондиции но тебе не впадло туда за лесным пильником и маленько доработать его до нормального состояния здесь хочется достать и чтоб оно работало скоро надо отдать все-таки должное то есть там китайцы в последнее время дорабатывать практически нечего ну как бы из переделывать да то есть дорабатывать все-таки уже знаешь культура изделия все-таки у них повысилась мы на эту тему уже очень много на самом деле разговариваем далеко не в этом ролике мы разговариваем об этом ну с какой-то завидной периодичностью у всех у нас есть подобные истории с оригиналами я уверен у меня вот допустим последняя история такого плана была когда я купил себе кит для верхней заправки на ураган от какой-то американской модернской контура достаточно пафосной и крутой которая еще древнего уфа фигачивала и этот кристалл что-то в этом духе они короче за 50 баксов мне продали такой фуфю невероятный с задирами на ульте короче со стружкой не снятой с обработанным металлом ну ребята ну что это за хрень а вот купил бы китайца за 5 баксов допустим да если бы он в таком виде пришел мне было бы по барабану честно да китайцы как обычно китайцы как обычно я помахнул рукой забил и даже не порез а вот когда оригинал приходит в таком виде ну это просто чисто по-человечески обидно ты не понимаешь за что-то свои деньги отдаешь поэтому вот как-то вот такие вещи они портят впечатление от приобретения дело даже может быть не столько в этом просто ну не все находятся в Москве там грубо говоря в шаговой доступности от Минска куда сдать там в течение суток куда-сюда летает все-таки пять тысяч километров между нашими городами они дают о себе знать и того вот база этого атомайзера проездила 15 тысяч километров по прямой просто так да по факту больше конечно же вот хорошо это еще было как бы ну достаточно быстро условно говоря за две недели обернулось ну да это вообще наверное умер тут ожидать это был бы еще лишний месяц наверное то есть это вот единственный такой неприятный момент пожалуй который случился но я думаю кстати да из-за этого момента мы так долго тормозили собственно с обзором потому что вот только на этой неделе все это приключилось извиняйте и вот собственно на этом у меня претензии к атомайзеру заканчиваются потому что он на удивление оказался ну или не на удивление ожидаемо 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 оказался хорошим то есть да у него узнаваемый дизайн у него невероятно комфортная затяжка ну по крайней мере оказалось для нас троих в сборке с обдувом 1.2 под спиралью что кстати странно честно говоря потому что мы как то везде больше обдув обычно ставим ну да обычно там 1.4 1.6 ну типа того да у меня 1.6 больше всего в ходу иногда двушки на некоторых баках но вот здесь именно с точки зрения инженерных решений все вот прям очень круто сделано на паровозах ребра считают здесь теперь тоже можно ребра считать кстати на каймане 4 4 ребра а на бф 3 ребра вот видели какая из одного ребра он сделал бф каймана да 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 из одного ребра каймана 4 был сделан кайман бф и осталось их 3 можно долго хихикать по этому поводу да и искать какие-то растекаясь мыслами ну в общем ну в общем и целом блин атом то нам понравился атом шикарный я пользуюсь им уже вот с момента получения самого несколько дней вообще практически не отрываясь и могу сказать что этот атом мне нравится очень в качестве ботом фидерной дрипки он идеален и на удивление мне даже захотелось его использовать как небо дрипку потому что даже при его крошечном объеме там я уже не помню Сергей говорил там то ли 0,7 то ли 0,9 миллилитров в него влазит знаете на маленьком мехмоде под 35 батарейку он будет смотреться просто великолепно в общем при всех скажем так неурядицах которые окружали скажем так именно покупку этого мака да именно покупку мной этого атомайзера я хочу сказать что мне атомайзер ну вот прям вкатил и вот наверное я ничуть не слукавлю если скажу что и соглашусь с мнением людей которые говорили что это наверное атомайзер этого года скажем так по ожидаемости то есть очень многие люди как бы когда узнали что сергей будет изготавливать бф-версию каймана еще когда он просто об этом сказал я думаю что когда только кайман вышел сразу начались вопросы я помню даже были они что будет ли бф-версия ну тогда сергей просто отмалчивался и ничего не говорил ну да а тут когда он сказал уже что все я уже точно решил что буду делать кайман бф еще даже не знаю как но буду и вот это вот все дружно переключились в режим ждуна и стали ждать периодически в теме задавая вопросы ну что как там ну что ничего скажем так очень радостно что в отличие от такого изделия как мистик кайман бф все-таки случился мистик мистик это что позвольте мне образованность это минский стик минский стик фирменный стик от вейп систем я просто в теме не сижу к сожалению не знаю что там происходит это такой мифический зверь который существует насколько я понимаю в одном или двух экземплярах всего и видели его все только на фотках кроме собственно Сергей еще там пары людей тройки ну понятно в общем как вы поняли из нашего долгого и занудного рассказа атом действительно хороший у него есть на мой взгляд вот две проблемы глобальные первое это quality control конечно совершенно ну я думаю что после скажем так нескольких публичных претензий на форуме и я уж не знаю были ли претензии просто в личку потому что можно Кирилл с quality control там все плохо вспомним вспомним байку пятую байку шестую байку седьмую вот по-честному да сколько уже проблем было у Радика была шестая а шестую шестую я полировал ему дно потому что там задиры были к седьмой у нас были претензии к этому штыку блокировки ну и там тоже ты резьбу чистил ну да маленькой резьбу подчищал но как бы это были такие не критичные претензии да но тем не менее когда я беру атом за 100 баксов я этим заморачиваться не хочу вот все и вот по-хорошему здесь вот должно быть то же самое я купил себе дрипку за 80-90 баксов я хочу достать ее из пакетика да накрутить на свой любимый мод залить туда жижи что оно сразу же кворчало а не вот это вот все полностью поддерживаю да все работало ну тут я согласен вторая вот лично моя хотелка наверное да вот цветные делаете черненькие хочу не могу а вот по поводу черненького кстати допом есть купол купол ладно из помо замечательно я хочу чисто черный и база была черная и купол был черный и вообще все было черное потому что блин там он черный и мысли черные типа того ну вот серьезно если бы я вот себе подбирал под текущий мод да и вообще кстати черных модов да хрена существует ребята вот по-честному а серебристых мало ну серебристых да серебристые я не люблю да серебристые моды я просто практически не покупаю и как бы вот честно хотелось бы хоть малейшего разнообразия в цветовой вот этой вот вариации ну серьезно на дворе уже 2018 уже все модеры как-то вот начали цветную тему раскапывать уже год-два-три назад в зависимости там вот навороченности собственно сделайте вы анодировку сделайте вы алюминиевые купола чтобы это все еще и полегче было и вообще будет счастье и тотальная шикаши ну нет в принципе то я говорю что есть из черного пома собственно эти слушай давай по-честному вот здесь в текущей его сборке черный поп-купол будет смотреться безобразно я к тому что можно сделать все черное а палата из помы он будет еще и греться меньше так что не выпендривайся да в общем я вот только вот это вот хотел сказать остальное меня полностью устраивает если вот эти два фактора как-то видоизменятся в ближайшее обозримое будущее ну все будет еще лучше чем было что называется не ну да по мне тоже переосмысление хорошее получилось простого каймана ну он получился конструктивный инженер научить и главное он очень вовремя вышел сейчас очень большой рост вот этого направления бф опять идет китайцы за это все взялись развивать капитально ну да и соответственно выпускает недорогий видишь опять же да то есть вопрос спорный да то есть все бф стали двигаться 18-19 миллиметров да они как бы там всегда и находились 14-16 18-19 а тут без разницы крупненький достаточно это ну не на каждом моде он будет хорошо посмотреть ой слушай я тебя умоляю сейчас интересно как большинство китаюзных мини-пиздического давайте Вася большинство китаюзных дриппок которые бф поддерживают они все блин поголовно 22 и как бы никого это никогда не парило а есть 24 а есть кеннеди 25 с бф пином и многие пользуются это же мы же не это слушай а ты понимаешь что сейчас у тебя как бы дрипка будет тяжелее мода да да это как бы совсем странно ну не тяжелее мода на самом деле мод с батарейкой весит приблизительно мод без батарейки весит а мне нравится хорошо выглядит а мне нравится слушай ничего кстати не ну я его на идола накручивал на своего в принципе неплохо крайне мере более карманный вариант чем на фьюи не здорово здорово в общем вот такое вот наше скромное долгое длинное мнение да да как то так мы закончили да мы закончили но еще вот немного о другом вот вы нас последний наверное год все эпизодически тиранили прикрутите донат прикрутите донат мы прикрутили донат и че где и как бы зеро господа ваше очко уходит зрительные зал что вообще происходит еще ссылку не увидели она вон там внизу и обязательно в описании нет доната нету звука да поэтому страдайте и спасибо что вы нас в очередной раз вытерпели и посмотрели огромное спасибо Сергею что он есть делает инновации на вроде этой вот без него вот этого технологического гения ничего этого бы никогда наверное не было тут да всем счастливо всем пока пока пока